Канал Andy Lion. Ребята путешествуют по Европе и России, снимают отличные влоги. Рекомендуем подписаться. Ссылка под видео. Друзья, всем привет! Это видеоблог какнамтам.ру. Сегодня у нас в гостях Алина. Алина уже 10-й год живет в Польше. 10-й? 10-й. Пользуюсь этим случаем, особенно учитывая то, что мы сами сейчас в Польше. Да, мы решили записать интервью и расспросить человека с таким маникальным, по сути, опытом о том, как живется в Польше и как вообще все это происходит. И, кстати, сразу хочу просто такой дисклеймер сказать небольшой. Это видео никакой особенной цели не преследует, никакие политические миссии не несет. Просто хочется поговорить для того, чтобы о чем-то больше узнать. Просто опять не про Словению. Да, да. Ну, опять не про Словению, но, тем не менее, жизнь за границей – это наша тема, поэтому почему бы нет. Алина, расскажи, пожалуйста, вот представь себе, расскажи, кто ты сейчас. Всем привет! Сейчас я мама двоих детей. У меня дочка шестилетый сын, трех лет, а еще я с недавнего времени вышла, наконец-то, на работу. И я специалист по продвижению фирм в интернете. А расскажи, как ты оказалась в Польше? В Польше я оказалась совершенно случайно. Моя история эмиграции, она совершенно нетипичная. Я ничего не планировала, заранее денег не копила. Просто однажды я приехала на неделю в Польшу в отпуск, а потом вернулась и уже десятый год здесь живу. Какая была причина? Причина? Не знаю, просто для меня как-то мир открылся, когда я сюда приехала. Я жила 20 сколько? 23 года жила в Казахстане, выезжала исключительно куда-то в бывшие Советские Республики, Узбекистан, Киргизия, Россия. Но для меня с детства, с моего советского, это не рассчитывалось, не виделось как за границей, а только как просто к соседям в гости съездить. А тут я приехала в Польшу, мы объехали за неделю просто вот так вот всю Польшу вокруг, и мне настолько понравилась вот эта свобода передвижения, что можно просто взять вот так, сесть в машину и куда-то поехать, и через полчаса быть уже в совсем другом мире, что я подумала, что я хочу. Хочу попробовать. А сложно было переехать в то время? Я вообще очень спонтанный человек, и мне какие-то такие изменения в жизни делать совершенно несложно, принимать какие-то решения. Сложно было потом, потому что я в то время была очень, как сказать, наивна несколько. Я думала, что я вот приеду, и у меня будет точно так же, как у меня было дома, у меня будет там много знакомых, много друзей, будет отличная работа. А я приехала, и оказалось, что на самом деле это все не так. Это все сложнее, чем кажется. Что то, что я думала, что я знаю английский, это на самом деле, что я его не знала достаточно, и то, что я не знаю польский, это тоже была проблема. Но со временем удалось освоиться, и где-то через полгода, через год я уже вполне в Польше освоилась. А расскажи, как ты учила язык, и в чем вот это вот, ну давай с языка, да, как ты учила язык? С языка. Ты в Варшаве обосновалась? Да, я приехала в Варшаву в 2006 году, и я язык специально польский не учила. Я когда приехала, я купила себе учебники для того, чтобы учить польский язык, но мне было скучно сидеть с этим учебником, если честно. На курсы идти я тоже как-то не хотела, потому что я видела, что у меня вполне легко получается общаться по-польски, просто потому что у меня не было выбора. У меня вокруг никто не говорил по-русски, я просто должна была... Ты оказалась в среде. Да, я просто вынуждена была, там сначала выучила, как в магазине купить курицу или картошку, потом я какие-то другие темы начала осваивать их. Я просто поняла структуру грамматики языка, она достаточно похожа на русский, просто если в русском языке, например, приставка при, то там пши, и все. И я просто брала русские слова, делала польскую приставку и польские конецы. У меня получалось так выезжать достаточно легко, а потом просто язык сам научился со временем. Кстати, это Алиса, вы уже видели ее на нашем канале. Алиска, скажи привет. Алиса была у нас в сюжете... Про фиксиков вам рассказывала. Да, когда мы переезжали, мы остановились в Варшаве и были в гостях вот у Алины, у Алисы. И в общем, Алиса там была в нашем видео. Поздороваешься? Скажи всем привет. Скажи вон туда. Привет. А как по-польски будет привет? Честь. Как? Честь. 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 А, сегодня вот они рукопожатие говорили, честь. А, ты вот про что спрашиваешь. Да, честь. Честь. Это привет, значит. А расскажи, какие были сложности. То есть, ну, польский, как я понял, тебе дался легко, да? Да, польский дался мне легко. Сложности у меня были с тем, чтобы здесь остаться. Потому что приехать было легко на туристическую визу, а потом нужно было найти какую-то весомую причину, почему они должны меня здесь оставить. Ну да, то есть, либо работа, либо учёба, либо ещё что-то. У меня в Казахстане была очень хорошая работа, очень хорошо оплачиваемая. Даже несмотря на то, что у меня тогда ещё было незаконченное ваше образование. Ну, когда я приехала в Польшу, я сколько искала работу, меня как бы, во-первых, никто не хотел брать, потому что я иностранец. У языка нет ещё. Да, у языка нет. В общем, не получилось. Я тогда решила пойти учиться. И я пошла, поступила в институт и осталась здесь как студент. Ещё на три года. А потом я уже, когда закончился институт, я уже родила Алису, уже вышла замуж и уже через замужество смогла остаться. Ну, понятно, такой последовательный. То есть, сложности были вначале, именно чтобы вот эти бумаги все оформить, документы. Я сюда приехала с маленьким файликом документов, у меня сейчас целая полка папок с документами. Слушай, ну а вот если вот, в общем, наверное, такое обобщение не совсем корректное, но вообще как здесь живётся-то? То есть, насколько это хорошо или плохо? Или вот именно твоё субъективное ощущение? Моё субъективное ощущение, что живётся в Польше хорошо тем, кто не готов к тому, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Потому что Польша – это ещё не Западная Европа, но это уже и не Россия. То есть, это славяне, это как бы свои люди, у них есть какая-то своя специфика. Но, в принципе, мне кажется, что русским людям очень легко будет в Польше освоиться. Даже вот ты говорила, что вот вы ездите, и у тебя ощущение, что вы по России в какой-то мере. Здесь у меня ощущения такие, потому что природа близкая, и в городах ощущается лёгкая такая, ну, не знаю, архитектура совершенно другая, но что-то есть родное. Вот, я не знаю, а с людьми там они имели контакт, я имею в виду, в общем, в окружении, наверное. Ну, поляки, они многие, особенно старшее поколение, они понимают русский отлично. То есть, вот в этом тоже будет легко. Скажи, пожалуйста, вот недостатки Польши, что самое яркое ты бы выделила в качестве недостатков? Для иммигранта самым большим недостатком является то, что здесь в самом начале очень сложно со всеми бумажками разобраться. Это нужно просиживать часы обычно в очередях, особенно если это в Варшаве происходит. Вот. И, а всё, остальное мне нравится. Ну, я вообще такой человек, что мне везде хорошо. Я в Польшу ни от чего не убегала. То есть, мне не было плохо в Казахстане, и у меня там всё было отлично. Это тебе просто было интересно. Я сюда проехала просто потому, что мне захотелось что-то изменить в своей жизни, выйти из какой-то зоны комфорта. В этом смысле мы очень похожи. Я очень позитивный человек, и мне везде хорошо. То есть, я везде вижу в основном плюсы, а минусы стараюсь. А минусы они везде есть, на самом деле. Да, и минусы они везде есть. Алина, вот мы сегодня обсуждали, когда гуляли, то, что поляки очень ценят и любят всё польское. А как в этом контексте они относятся к чужакам, к эмигрантам? Ведь есть такое ещё предубеждение о том, что в Польше не любят русских или русскоязычных? Я так скажу. Польша, она действительно достаточно ксенофобичная сторона. Поляки, они не то, что не любят чужое, они просто очень ценят своё собственное и польское. И поэтому, вот сейчас идёт в Европе такая наплыв иммигрантов, и вот именно таких иммигрантов, которые там мусульмане, которые не католики, которые совсем выглядят иначе, их поляки не готовы принять. Они очень категорически против. Потому что они очень религиозные, они очень католическая страна Польша. А как бы своих славян, украинцев, русских, они к ним просто уже достаточно привыкли. И я за 10 лет не видела, не знаю, может быть, только один или два раза встретилась с каким-то негативным отношением ко мне, именно по причине того, что я русская. То есть я думаю, что если за 10 лет драт период, то это не так уж и много. Ну да, конечно, конечно. А в основном они наоборот, им интересно, потому что они многие знают русский язык. Они когда слышат, что говорят по-русски, они пытаются что-то там сказать, как-то познакомиться, узнать откуда ты и что-то. А вот если еще поговорить о минусах, вот если взять классического поляка, спросить его о минусах, вот что бы он сказал? Понятно, что у мигранта свой взгляд, а вот на что больше всего жалуются поляки? Поляки? Очень много поляков эмигрировало, например, в Англию. Да, поляки, я знаю, они живут тоже везде. Да, вот когда Евросоюз у нас случился в Польше, то очень много поляков выехали в Англию, в Ирландию и другие страны, в США. И вот у меня тоже там есть знакомые, и они аргументируют это чем? Тем, что в Польше все, если не работает, то неправильно. То есть поляки, они какие? Они голосовать не любят ходить на выборы, но хотят, чтобы было все именно так, как они хотят. И вот поэтому молодые люди здесь голосуют в основном старшее поколение. Вот в этом Польше тоже похоже, наверное. А молодые люди хотят, чтобы все было здесь более либерально, более открыто, но этого не получают. Ну как бы они сами в этом виноваты получают. В общем, я бы что поменяла в Польше, это более, чтобы люди не только интересовались жизнью своего государства, но и как-то принимали непосредственно участие в его жизни. Ну, вкладывали какие-то свои усилия. Да, чтобы не только хотеть, но и делать. Поляки, они вообще очень любят жаловаться, они даже сами про себя шутят, что у них жаловаться – это национальный вид спорта. Это как и у чехов, мне кажется, соседи, вот у них есть свойства такие. Вот, поэтому вот, я думаю, что вот это поляк у них хватает, какой-то такой активности. Но сейчас, сейчас у них это все больше начинает проявляться, и мне это радует. Ага, здорово. А расскажи, какие они поляки? Вот есть ли какие-то еще характерные черты, кроме как жаловаться на жизнь? Поляки, на самом деле, они очень разные. Если брать старшее поколение и, например, жители более маленьких городов, они более консервативны. А если брать жителей больших городов и молодых поляков, они очень продвинутые, очень открытые. И вот Польша, она разная. Какие поляки еще, они открытые. Они интересуются всегда, вот со мной очень любят разговаривать, когда узнают, что я иностранка. Они всегда пытаются что-то узнать. Им очень интересно, как живут где-то еще. Да, я вот тоже совсем недавно, мы делали встречу в Праге, да, в Чехии. И один из участников, наш подписчик, он тоже рассказывал, он говорил, что вот поляки от чехов отличаются тем, что поляки, они более легкие на подъем, они какие-то такие более активные, в отличие от чехов, которые куда более консервативные. В Польше очень развит внутренний туризм, потому что поляки вот каждый выходной, все большие города, они просто пустеют, потому что поляки где-то с рюкзаками, в лесах, в горах. Да, мы уже это видели, детей вот этими. Да, бабушки, пенсионерки, ей 80 лет, она на велосипеде куда-то едет. Зимой они все на лыжах, летом они на море. В общем, здесь вот они постоянно ищут каких-то впечатлений, и постоянно они следят за своим здоровьем. Вот это мне тоже нравится. Мне, знаешь, интересно, как тебе здесь растить детей, воспитывать вообще в польском обществе, ну вот эта сторона. Знаешь, я сама 23 года прожила в том же самом городе и в той же самой квартире, где я родилась. И я на самом деле счастлива, что мои дети могут здесь столько всего увидеть, столько всего узнать. Абсолютно разные культуры, разные языки, разные города и природа, потому что у нас... Мы часто путешествуем. Мы очень часто путешествуем, мы на каждый выходной куда-нибудь выезжаем. И я просто вижу, насколько это их увлекает. И мне это радостно. У меня дети двуязычные, а Алиса еще и английский тоже. Это как бы не специально, просто мы случайно попали в польско-ангелистский садик, и так получилось, что он теперь живет три языка в шесть лет. А вот у тебя не было, когда Алиса только родилась, и тебе надо было говорить с ней по-русски, вот этого смущения вроде бы в польском обществе говорить по-русски своим ребенком? Нет, у меня просто очень много примеров в окружении, когда в русских семьях дети не говорят по-русски. И у меня изначально, когда я родила ребенка, была такая цель, чтобы сначала я должна научить своих детей хорошо говорить по-русски, и только потом я начну учить их польскому. Я читала сказки, показывала мультики, чтобы они хотя бы на слух как-то язык воспринимали, но они у меня до трех лет по-польски не говорили. Только потом, когда уже надо было отправить их в садик, я их научила каким-то базовым выражениям, и уже в садик они пошли, и месяца через три-четыре они уже спокойно начали говорить по-польски. Моя задача была научить их русскому языку, чтобы они с бабушками и с дедушками могли нормально говорить по-русски. Слушай, а как ты видишь их будущее? Если вы думали о том. Ты как-то обозначаешь в своих планах их дальнейшее? Как ты видишь их будущее? Я точно знаю, что я их в институт отправлю учиться в другую страну, потому что это потрясающий опыт жизненный, и я хочу их в это окунуть. Я думаю, что их это очень многому научит. Сын принято себе светочек. Спасибо, спасибо, ты настоящий джентльмен. Как тебе было быть здесь беременной, рожать? У тебя был положительный опыт? Быть мамой вообще, быть беременной, вот, ну, не знаю, такие вещи. Я к тому времени... В плане медицины также. В плане медицины? В плане медицины у нас здесь была страховка, потому что муж работает по осенологии, у нас была страховка, то есть все было бесплатно. И школа молодых родителей, и роды, и все остальное. Ходить беременно мне здесь было достаточно легко, в отличие от тебя, я уже хорошо знала польский язык уже тогда. То есть мне не приходилось обкладываться книгами, что-то там учить специально. Здесь к беременности относятся очень легко. Здесь беременных не залечивают, не знаю, таблеток там целую кучу не прописывают. По умолчанию ты здорова, когда ты беременна. Только если у тебя действительно какие-то проблемы, тогда начинается уже лечение. А роды тебе проходили? Вообще ты удовлетворена тем, что у тебя здесь было? Я очень довольна. У нас и опека, русское слово, опека. У нас... Нет, она значит немножко другое. Да. Мне очень понравилось здесь, в больницах, как тебе, обстановка, здесь все чистенько, можно приехать спокойно, выбрать себе больницу, выбрать себе врача, выбрать себе акушера, который будет заниматься. То есть, в принципе, здесь это все очень... Конечно, это все зависит от города, от больницы и от того, чего ты ожидаешь. Но если тебе не понравятся государственные больницы, всегда можно найти частную больницу, которая, в принципе, не так уж и дорого стоит. А как у тебя самоидентификация? То есть, мы же, когда уезжаем и живем где-то, мы как-то себя должны ощущать. Понятно, что человек родился, он живет там все свои года и десятилетия, но он считает себя вот таким, например, русским или украинцем, или казахом, и он, соответственно, как-то формирует свое видение о себе. А как вот ты себя видишь и чувствуешь? Мое счастье в том, что я родилась в Казахстане. Потому что вот, в отличие от России, у нас очень-очень разнообразный национальный состав государства. В России тоже просто они живут... Но у вас, в принципе, как бы... У вас в России, а значит, как бы русские, да, в основном все-таки? А у нас больше 130... Хотя мы с нами сейчас не согласятся. Не, в России очень много национальностей. А в Казахстане у нас тоже более 130 национальностей. Они плотно живут. Они очень плотно живут, да. Да, у меня... Я жила в Казахстане, в Павлодаре, но у меня были и поляки, и немцы, и украинцы. У меня казахов было меньше в классе, чем, например, поляков тех же самых, потому что их именно вот переселяли на нашу территорию. И я настолько выросла вот этим таким толерантным человеком и открытым, как бы, и на другие религии, на другие национальности, что мне было очень легко. Мы когда в институте, я училась, у нас всегда вот, когда приходил новый профессор, нужно было представиться. И мне говорили, представьтесь, пожалуйста. И я говорила, я русская девушка, которая родилась в Казахстане, у которой муж поляк и китайская кошка, пайская. Потому что она вот действительно так и есть. Поэтому, когда я приехала в Польшу, мне было тяжело несколько здесь освоить, потому что я не знала, где у меня дом. У меня еще здесь не был дом. И я первое время, как бы, немножко скучала все-таки за роднёй, за друзьями, за родным городом. Через года два настал такой период, когда я не знала, где у меня дом. И здесь не дом, и там уже не дом. Да, да, вот это тоже, с чем сталкиваются многие. Да, и я поняла, что мой дом в Польше тогда, когда у меня здесь дети родились. То, что для них это было уже самая настоящая родина. Потому что у меня дочь варшавянка. Да, родилась она в Варшаве. И вот тогда я уже поняла, что здесь у меня дом, здесь у меня будущее. А там это уже гости. А как у Ваши родными к Вам родители часто приезжают в их гости, ездите в Россию? Когда у нас Алиса только родилась и была вот такая вот маленькая, то она была единственной внучкой и с моей стороны, и со стороны мужа. Поэтому мы достаточно часто гостили у нас родственников, потому что всем хотелось познакомиться. А сейчас мы предпочитаем встречаться где-то на нейтральной территории. в Турции. Или вот мы летом ездили в Санкт-Петербурге и встречались с родиной. Чтобы и они не дома, и мы не дома. Чтобы у всех был отпуск. Ну, Вам вот нормально. Просто у нас сейчас такое ощущение, но мы два года выживем в Словении. Это какой-то яркий период, когда мы скучаем по всем родным. Перелом происходит. Это у Вас уже как-то спокойно, да? Ну, я бы не сказала, что спокойно. У меня был период, когда мне очень не хватало друзей. У меня в Варшаве долгое время не было людей, которых я бы могла назвать друзья, знакомые были. И поляки, они по-другому дружат. У нас вот захотел, даже можешь не звонить, пришел, там в дверь постучал, все, тебе рада, тебе обняли и все остальное. А здесь, в Варшаве, особенно жиря нужно звонить, договариваться, спрашивать, можно я к тебе приеду и так далее. Или тоже, например, у нас гости приходят, тут там, не знаю, скатерть сама Бранко, да? А поляки зовут к себе в гости, говорят, приходите на бутерброды и на пиво. Ну, я думаю, на бутерброды, на пиво я не ем, я же в гости иду. А приходишь, а там только бутерброды и пиво. И ушло вот какое-то время на то, чтобы освоиться и просто понять, что здесь все просто немножко по-другому дружат. А вот когда уже появились друзья, тогда уже считай дома. И я поляков учу дружить по-русски. Потому что это намного больше мне нравится. У тебя после 40 лет жизни, наверное, уже нет разделения, ну, что Польша – это твой новый дом, ты уже здесь вот своя абсолютно. Ну, в общем-то, да. У тебя нет такого ощущения, что ты в эмиграции, вот оно, все, ты уже здесь все знаешь, ты здесь живешь. Как тебе сказать? У меня, как бы, я хоть уже достаточно, уже очень хорошо говорю по-польски, но у меня все-таки еще есть иногда акцент, поскольку я его специально не учила, как я говорила. Я иногда грамматические ошибки делаю. Я знаю, что я их делаю, но просто я уже настолько к ним привыкла, я понимаю, что я их сделала, только когда я уже сказала неправильно. И поляки, они, как бы, это понимают, но они, не знаю, им интересно со мной. Меня вот недавно приглашали в… Я вообще фотографией занимаюсь и состою в несколько фотографических групп. Меня недавно приглашали выступить с презентацией о Казахстане. Я рассказывала им историю Казахстана с 20 века через фотографии фотографов, которые жили в Казахстане. И они с таким восторгом это все слушали, им это все так нравится. То есть я здесь иммигрант, но меня принимают как свою. А есть какая-то расхожесть в ментальности, в плане, когда ты общаешься с людьми, чувствуешь ли ты какие-то барьеры? Нет, ты знаешь, я уже больше польская, чем вот казахстанская, если честно. Мне уже больше барьеры в Казахстане встречаются, чем здесь. Ну вот смотри, вот мы же выросли, у нас детство где-то, да, ну вот у тебя в Казахстане прошло детство, юность, и ты приезжаешь сюда, у людей совершенно другая история, как они выросли. Вот эти точки соприкосновения, когда общаешься с людьми, ты можешь найти? Ну как объяснить? Так мы все же разные, понимаешь? Мы же все разные. Даже там, где я в Казахстане жила, там тоже у каждой по-своему. Я скажем так, я от всего и от всех беру самое лучшее и применяю к себе и в своей жизни, по-моему. Понимаешь, ошибочно, ошибочно пытаться стать частью чего-то, потому что зачастую этого чего-то на самом деле нет. Это просто есть некий стереотип, что он есть. Что-то я поменяла в себе, потому что мне что-то польское больше нравилось, понимаешь, какие-то характеры на польские. Что-то я категорически отказываюсь менять в себе. То есть просто как-то уже подстроилась и что-то такое среднее для себя выбралось, что для меня хорошо. Слушай, еще вопрос. А вот какие планы-то на будущее? На будущее планы... Есть мысли жить дальше Польши или может быть что-то еще пробовать? Ты знаешь, мы далеко будущее не загадываем. Мы просто такие люди, что у нас... Мы очень спонтанные. Если у нас что-то поменяется резко и нужно будет принимать какое-то решение, мы вот примем и просто поплывем, куда нас понесет ветер, скажем так. Ну вообще сейчас... Ко мне ты уже пришел ко мне обниматься. Ничего себе. Ездим не хотел. Сейчас мы в Польше, нам здесь хорошо. Здесь своя фирма, дети, друзья. То есть в принципе пока что мы в Польше. И пока что мы никаких планов никуда дальше ехать не планируем. И в заключение. Алина, поделись, пожалуйста, своим советом, что ли, своим видением. Что бы ты посоветовала людям, которые тоже задумываются о эмиграции? Не обязательно в Польше вообще в принципе. Я бы посоветовала отнестись к этому вопросу более ответственно, чем я. Несмотря на твою счастливую фридскую историю. Потому что моя счастливая история, это скорее всего обоснована моим характером, чем реальностью, в которой я ощутилась. Потому что это действительно сложно. Лучше заранее узнать, что, где и как, чтобы все очень быстро здесь оформить, чтобы знать, где вы учите язык, где приблизительно вы можете работать и так далее. Потому что когда вы приедете, вы скорее всего приедете на туристической визе. Или, ну, быть может. Да, если еще это возможно сейчас. Да, если. И нужно будет как-то очень быстро здесь зацепиться. О, а я тебе скажу, что нужно иметь еще хорошие резервы. Нужно иметь деньги. Да, деньги у меня были. Потому что у меня была очень хорошая работа, которая длилась 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И мне просто некогда было деньги тратить. Поэтому я приехала сюда с деньгами, которые мне и за институт хватило заплатить и прожить здесь год. Это да. Это надо заметить. То есть, да, знать, что, где и как и иметь при себе какой-то, хотя бы на 3-4 месяца как минимум запас финансов. Ну, я всем советую иметь на год. Лучше на полгода. Да, лучше даже на год, если нет постоянного источника доходов, конечно. И если вы сюда не едете, уже конкретно работать на конкретном месте. А вообще нужно относиться позитивно и верить, что все получится. Да, я тоже думаю, что вот именно отношения, оно и диктует либо счастливый результат, либо не очень. Да, и не думать, что здесь у вас будет все намного лучше, если ранее не получилось добиться этого на своем месте жительства. Так, ну, на этом и все. На самом деле, Алину мы, наверное, можем спрашивать бесконечно, потому что Алина очень интересно рассказывает и вопросов много. Я надеюсь. Вы можете спросить у меня в комментариях. Да, ребят, задавайте вопросы в комментариях. Алина... Постараюсь ответить. Спасибо тебе большое. Вам тоже спасибо. Очень рада была с вами встретиться. Ну, и ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал. С вами был видеоблог какнамтам.ру Ну, и задавайте свои вопросы внизу в комментариях. Они клевые. Подписывайтесь на них. Все, все, всем пока. Всем до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok